самый простой бисквит из трех ингредиентов яйца с сахар и мука добавила щепотку соли и начинаю взбивать яйца хорошо перемешаны и на этом этапе добавляю сахар 120 граммов сахара и уже взбиваю до готовности когда на поверхности начинают появляться узоры при взбивании значит массу взбивать достаточно остается вмешать сухие ингредиенты мука 100 граммов немножко ванилина и перемешиваю и добавляю столовую ложку крахмала кукурузного в принципе крахмал можно не добавлять но он дает такой подъем хороший бисквиту у меня будут два бисквита шоколадный бисквит и светлый бисквит поэтому мне сейчас нужно тесто разделить с помощью весов разделила тесто на две равные части весы убираю в одну часть добавляю 2 столовые ложки муки в это тесто две столовые ложки какао это 25 граммов 25 граммов муки и 25 граммов какао теперь у меня тесто будет одинаковое количество и вмешиваю какао и муку в тесто такой метод приготовления двух видов бисквитов экономит ресурсы и время и выпекаю тоже на одном противне сразу два бисквита на одну половинку отправляю белый бисквит на вторую половину шоколадный отправляю бисквит в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25 пока бисквит в духовке готовим заварную часть крема 2 яйца 100 граммов сахара крахмала столовая ложка немножко ванилина все это перемешиваю взбивать не надо и добавляю 300 миллилитров молока крем отправляется на плиту как только поставили крем на плиту никуда нельзя отходить от крема нужно постоянно быть рядом и помешивать его иначе крем пригорит и будет испорчен крем закипает сразу начинает густеть сейчас он булькнет и я его выключу видите он булькнул то есть сразу выключаю но продолжаю помешивать чтобы крем не пригорел снимаю крем с плиты теперь крем нужно охладить до комнатной температуры накрыв его пленочкой в контакт обязательно чтобы не образовалась сверху корочка бисквит остыл я сверху накрыла его бумагой для выпечки чтобы ушла вот эта корочка сахарная нарезать бисквит на небольшие кусочки отдельно темный отдельно белый нарезала темный шоколадный бисквит и оставляю немножко подсушиться пока буду делать крем заварной крем остыл вот такой он стал по консистенции начинаю взбивать масло сливочное и постепенно добавляю заварной крем крем готов в блендере измельчаю сначала светлый бисквит а затем шоколадный бисквит хотела показать вам какой получился измельченный бисквит смотрите перед тем как измельчать не нужно его подсушивать духовке не нужно делать лишнюю работу он и так получается такой хорошей консистенции хорошо измельченный в крошку да теперь к нему еще добавлю именно в белый бисквит в светлый бисквит добавляю 50 грамм орехов грецких грецкие орехи 50 граммов и тоже измельчаю измельченные грецкие орехи добавляю во светлый бисквит шоколадный не совсем темный получился я хочу добавить столовую ложку какао у него еще чтобы он потемнее был и теперь добавляю крем где-то половина крема шоколадно и остальную половину в ореховую и перемешиваю готовой заготовки смотрите какое получилось шоколадное как раз то что нужно у вот теперь можно брать и формировать пирожное картошка которому мы обычно привыкли а у меня будет торт картошка то есть у меня будет две большие картошки одна шоколадная одна светлая ореховая руки у меня чистые я прямо руками буду формировать картошку поскольку она большая я ее скатаю на блюде так коричневая готова пока я убираю точно такую же картошку делаю и светлую ореховую я взяла какао столовую ложку и сахарной пудры столовую ложку половину просеиваю сначала катаю в этой смеси эту половинку картошки светлую тортик отправляется в холодильник на несколько часов а лучше на ночь а затем уже будет окончательное украшение тортик постоял в холодильнике ночь и сейчас я буду окончательно украшать традиционно посыпкой из какао это зеленые ростки у меня будут для картошки и вот такие традиционные из орешков грецких посмотрите какая красота у меня получилась такая весенняя картошечка готовая к посадке и сейчас я отрежу кусочек от этой картошечки один кусочек готов это будет беленькая с орешками а это беленькая с орешками и остается только попробовать я попробовала картошку торт картошка шоколадный очень-очень вкусные без белого бисквита ореховый ну просто вкуснее любого торта мне даже больше понравился чем шоколадный ну и та и другая картошка очень вкусная и вот картошку мы все пирожные знаем попробуйте приготовить вот такой торт картошка и вы удивите просто удивите всех своих торт картошка готовьте по моему рецепту и получайте на наслаждение всем вкусных тортиков